В 2014 году как-то максимальный отток медперсонала, врачей в частности, он был в сторону Украины. То есть не приняли ситуацию, нет, мы вот уезжаем туда работать. Но в 2014 году конкретно уехало немного людей, процентов 15 всего, в общего количества. Хуже дело стояло со средним персоналом, особенно врачи 15%, медсестры, акушерки, фельдшера, их мы потеряли больше. Процентов, наверное, около 25. Почему? В близлежащих к линии разграничения городах, это вот Донецк максимально от этого пострадал, и Горловка, очень много людей, именно медсестер, фельдшеров, они ездились из сельской местности, из окрестных поселков. К сожалению, много этих населённых пунктов, они остались за линией разграничения. То есть поначалу, когда не было вот таких жестких блокпостов, еще как-то люди пытались ездить, как-то транспорт ходил, и всё, но когда вот уже линия установилась, там на уровне Марьинки, там Дальмавской, Урлака и всё, то, во-первых, возможность техническая ездить стала отсутствовать, автобусы перестали ходить. Во-вторых, пропускной режим, всегда неспокойно на линии разграничения. И вот сельскую местность, которая туда вот, за Марьинкой, мы потеряли, а там потерялось очень много медработников.